Федеральная работа, ребята, которые здесь работают, они молокёры. И здесь один художник, он им рисует, и они начинают вырезать. То есть он рисует, как его такое, и потом кратко, где надо вырезать, и они, как его не знают, потом, если потом посмотрите, там, где уйти вырезать, там, где написано, что они рисуют, просто смотрят. Кто-то вот здесь, где-то, 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 можно делать такие более аккуратно, более крутые китоки. А с другой, вырезаете и вырезаете, как я взялся вперёд. Содирая, если чё, вырезаете эти колонии тоже. Их они там подготавливают. Вот это у китайской санэции, что это про авторальный эффект, потому что пока не ту образуется зелёная тропина. Этот, который мы участвуем, называется Центральная Заль Трама. Значит, когда от всего строительства, я вам сказал, они начинали от этих колоний. То есть сначала был построен Центральный Заль. И потом эти колонии, которые вырезают. Значит, это этот, который наверху, этот круг назывался Целенский круг. Здесь, кстати, 52 метра. Впереди Буда. Кто-то разбирается из буддизма, это 5 ступенек. Это символизирует небо. То есть у нас есть 10 приказов, у них есть 5. То есть нельзя убивать, нельзя врат, нельзя сюда захотеть, нельзя как боль с наркотиками. Нельзя варивать. То есть, если живёшь правильно, ты идёшь на небо. То есть буддисты считают, что Будда это же не лицо, это дорога к жизни. То есть Будда показывает, как человек должен жить правильно. Внутри нет ничего. Буддисты считают, что человек родился без ничего, потом умрёт. Деньги, недвижимости не может забрать с собой, тоже останет без ничего. Как это не действующий буддистский храм, он не представляет ни одну религию. Но всё-таки здесь очень редко приезжают местные мунахи, там молятся, дарят подарки своего бога. Четыре такие двери обклужает центральная заль. По четыре такие кулони, практически 16 колоний. Такие железное дерево держит основная конструкция, которая на 105 метров высота. Давайте посмотрим вот эту сторону. Продолжение следует...